В лесу родилась елочка и другие деревья. По существу сегодня будем говорить про восстановление лесов. В нашей студии Александр Воробьев, руководитель регионального отделения Российского экологического общества. Александр, здравствуйте. Добрый день, Ольга. Добрый день, уважаемые телезрители. Каждый год, на самом деле, наши съемочные группы, они выезжают на акцию «Сохраним лес». Мы показываем репортажи. Туда ездят волонтеры, студенты. В этом году, по-моему, даже были участники конкурса «Мисс и мистер студенчества России-2019». Но по большому счету, это больше, наверное, такие патриотические образовательные акции, нежели действительно восстановление лесов. А вот все цифры по гектарам, за которые впоследствии министерство отчитывается, вот как это происходит? Кто все-таки сажает и восстанавливает лес у нас в республике? Ну, вы очень правильно отметили, что ежегодно в этом процессе участвуют и волонтеры. Я, наверное, сначала вкратце об этом расскажу. Вот, в частности, и наша организация с 2013 года ежегодно, дважды в год, то есть весной и осенью, в всероссийские дни посадки леса, мы выезжаем с волонтерами на места пожаров. Всем известно, что в 2010 году Заволжье у нас достаточно сильно пострадало от пожаров. Порядка 10,5 тысяч гектаров леса было потеряно, то есть он сгорел. И, соответственно, мы в тот момент взяли на себя такую задачу, чтобы включить население в этот процесс, чтобы люди вносили свой вклад. Потому что, когда они туда приезжают, когда они видят, какой объем леса сгорел, ситуация и мировоззрение у людей очень сильно меняются. Я очень хорошо помню этот год. Я даже знаю, если буквально до недавнего времени, если ехать в сторону Ишкаралы, по этой трассе, километры горельников. Вот сейчас какой процент мы вообще восстановили именно по горельнику? Ну, порядка уже больше 6 тысяч гектаров восстановлено искусственным лесовосстановлением. Также предусмотрена часть, она уже происходит, это естественное лесовосстановление. И по планам есть, я знаю, как минимум 300 гектаров этого искусственного лесовосстановления. И остальная часть, насколько я понимаю, уже будет под естественное лесовосстановление ОДНО. Потому что время идет, то есть сначала кустарники, потом деревья прорастают. Это, в общем-то, тоже происходит в естественном образе. По проценту все-таки горельники остались сейчас или все постепенно все-таки восстанавливается? Большая часть уже восстановлена, но места отдельно еще остались. То есть там процедура такая, что сначала участки подготавливаются, то есть они освобождаются от вот этих вот обгоревших остовов, да, деревьев. То есть почва готовится, то есть там бороздой проходится под лесовосстановление, под посадки. И потом уже на этом месте, как вы знаете, происходят посадки леса. Это все-таки, кроме волонтеров, кто у нас лес сажает? Как это происходит? Ну, мы прекрасно понимаем, что основной вклад, конечно же, вносит государственные структуры, это лесничество, это Минпроды координируют эту работу как на федеральном, так и на региональном уровне. Естественно, львиная доля восстановления происходит за счет них. Это очень затратный процесс. Надо понимать, что подготовка участков под посадку – это наиболее затратная часть всех лесовосстановительных работ. И вот даже саженцы. Еще интересный момент. Чтобы саженцы где-то посадить, нужно же где-то вырастить и где-то выкопать. Вот откуда саженцы берем, по большей части? Сейчас на базе лесничества созданы питомники, на которых высаживаются как раз-таки сначала семена, которые превращаются в сеянцы, то есть двух-трехлетки деревьев, которые потом уже высаживаются на местах горельников. То есть это у нас же в Чувашии? У нас же в Чувашии. То есть они изначально, получается, ориентированы на наши климатические условия. И, соответственно, у нас есть и на территории Чебоксарского лесничества свой питомник. Их объемов не хватает. То есть и остальные питомники республики также направляют посадочный материал для лесовосстановления именно в Заволжье, как наиболее пострадавшего участка. Да, как раз хотела сказать, что получается с проблемами приживаемости в нашем климате здесь возникнуть не должно. Ну, понятно, что стопроцентной приживаемости нет. То есть есть и климатические особенности. Вот даже вот мы, когда проводили свои посадки леса, то есть понятно, что весной сажают, бывает иногда засушливый сезон. То есть приживаемость, она, естественно, не стопроцентная. Но, насколько я знаю, порядка 80% приживаемости все-таки фиксируется. Это достаточно хороший результат. А вот как у нас с вырубками? Понятно, что, наверное, у нас нет каких-то серьезных больших лесозаготовительных предприятий, которые бы там, например, работали на Федерацию. А вот с точки зрения строительства, у нас предстоит газификация Заволжье. Как думаете, там предстоят какие-то серьезные в связи с этим вырубки? Ну, при строительстве линейных объектов, естественно, таких, как труба, газопроводы, то есть, естественно, происходит вырубка. И здесь эти работы, они регламентированы. В 2021 году у нас уже должно быть газифицировано Заволжье. То есть изначально это газификация социальных объектов. Потом это уже и проведение газа уже по уличной сети. То есть жители Заволжья, поселков Заволжья, они будут, скажем так, пользоваться благами цивилизации в этом смысле. Потому что мы понимаем, что газовое топливо, оно достаточно экономичное и привлекательное. Конечно, я за жителей, на самом деле, Заволжья очень рада. У меня другой вопрос. Мы то, что вырубим, по законодательству как-то обязаны восстановить? У нас процедура какая-то. То есть если происходит какая-то вырубка, то те арендаторы лесных участков, они обязаны в том же объеме высадить деревья. То есть также, если будет происходить как раз вырубка под проведение вот этих газопроводов, естественно, вот эти потерянные деревья, они будут восстановлены. Вот вопрос еще тогда следующий у меня. Вообще специалисты, которые занимаются восстановлением леса, они на уровне федерации считают, что на самом деле проблемы есть. В том числе, вот одна из них, например, что под лесовосстановление у нас часто отдаются заболоченные или какие-то глинистые земли, участки, где кроме осоки сложно что-то к чему-либо вообще вырасти. Вот у нас, Чуваши, как вообще вы следите за тем, какие участки у нас отдаются? Ну, опять же, по законодательству мы говорим о том, что вот как раз те участки, которые подвергаются вырубке, они как раз и подлежат последующему лесовосстановлению. То есть поэтому говорить о том, что, скажем так, вырубили в каком-то привлекательном месте, а потом восстановили, скажем так, в болоте, наверное, не приходится. Ну, то есть, например, построили, проложили трубу. Там, понятно, мы же там уже не посадим, да, посадим в каком-то другом месте. Или как? Ну, там, где происходит, вот мы же понимаем, что есть некий баланс, да, там, природный. То есть где-то подсохло, где-то вырубили. То есть как бы поэтому там, где, условно говоря, есть необходимость в высадке, как раз там это все и происходит. Для этого есть на государственном уровне серьезная такая целенаправленная политика по лесоустройству. У нас она началась, если не ошибаюсь, в 13-14-х годах. Так уже в те годы порядка 50% всех лесных территорий были обследованы. То есть это инвентаризация. То есть на предмет того, какое состояние у нас леса, сколько деревьев там, условно говоря, уже там погибли, высохли, да. А сколько живых и возможных, скажем так, где-то иногда для и делового использования. Но там, где мы понимаем, что, условно говоря, лес уже, скажем так, деградирует, там, естественно, происходит и лесовосстановление. Как думаете, все-таки баланс у нас, да, то, что мы вырубили, дай бог, у нас сгорел, то, что мы посадили. Мы все-таки как-то постепенно выравниваем? Он выравнивается, но, тем не менее, судя по тому, что еще все не посажено на местах горелинков, значит, баланс не достигнут. На мой взгляд, вот, скажем так, человека, который имеет к этому какое-то отношение, всегда происходит какой-то дефицит. То есть мы все-таки догоняем состояние этого баланса. Сейчас, по сравнению с тем, что было, ситуация гораздо лучше. Мы благодарны и как раз и Чебоксарскому лесничеству, и Министерству природных. Вот на тот момент, кстати, Иван Васильевич Исаев нас вот поддержал, потому что такой практики массовых волонтерских выездов по посадке леса еще не было. То есть мы можем сказать, что мы ее сформировали. И люди, приехав туда, наверное, самый важный эффект от их участия – это то, что они видят, да, какими плачевными могут быть последствия нашего такого, ну, иногда варварского отношения к лесу. Ну, с точки зрения все-таки восстановления, да, чтобы вот этот вот баланс, чтобы не получилось, как в анекдоте Оля, а собиралась похудеть к лету на 5 килограмм, осталось еще 7, да. А в этом году все, мы закончили сажать лес. В следующем году волонтеры могут присоединиться. Могут присоединиться. А как им узнать, когда, куда можно с лопатами приезжать или просто самим приезжать? Есть несколько вариантов. То есть мы работаем совместно с Минприродой Чуваши. То есть это их сайт, их портал, баннер какой-то? Это первый их сайт. То есть у нас есть группа Эко Чуваши. Эко Чуваши. Есть группа ВКонтакте «Легкие Волги». То есть мы там всегда размещаем информацию о том, когда пройдут посадки. Недели за две, за три условия. То есть мы обязательно просим, чтобы люди регистрировались. Потому что если они не регистрируются, а просто приходят к месту. Ну, сложно рассчитать трансы. Да, то есть как бы организационные ресурсы. Это все упирается в финансовые средства. Поэтому просим это делать аккуратно. И мы очень благодарны нашим участникам, что они это делают. Ну что ж, спасибо большое. Напомню, сегодня мы говорили про восстановление лесов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова